ребят доброе утро это снова илюша мы провожаем лето и уж заодно решили снять еще несколько обзоров московских студий сегодня мы с вами посетим студию vintage records которая находится на улице народного ополчения вот это такая большая классная студия мы посмотрим с вами как там все внутри устроена заглянем в мастеринг студию ну и в общем все будет как обычно спасибо большое всем кто ставит лайки нашим дивным видео обзором подписывайтесь делитесь с друзьями мы будем продолжать наше доброе дело поехали в общем мы поднялись на 4 этаж по дивной лестнице мне было непросто но тем не менее мы уже оказались большой красивой контрольной комнате на студии vintage records мы сейчас вам покажем все крупнее и детальнее но вы можете уже обратить внимание что за моей спиной такая большая лакшери хорошая контрольная комната у меня эта студия ассоциируется исключительно с нахождением на обложке какого-то журнала mix magazine не знаю sound and sound вот потому что это такой классическая большая студия где есть все приборы нашей звукорежиссерской мечты их мы тоже вам покажем контрольная комната не огромного размера но и не маленькая здесь довольно просторно в свитспоте может поместиться пара тройки человек и сзади есть продюсер деск где могут сидеть музыканты в общем наблюдать за процессом еще один забавный момент том что рядышком совсем находится местный лаунж комната отдыха и кухня и диванная в которой тоже мы потом вам покажем это в которой может транслироваться любой микс из студии и ну ваш условный продюсер за чашкой кофе может слушать что творится в студии немножко шпионская техника но в общем тоже неплохо и так в сердце студии у нас снова консоль solid state logic это ssl 6000 давайте посмотрим на него покрупнее вот насколько я знаю пульт приведен в порядок все заменено нет никаких шуршащих потенциометров сломанных кнопок и прочего за консолью следят еще один интересный момент по поводу консоли давайте посмотрим покрупнее в В центральной секции консоли установлен... Знаете, кто это? Кто знает, получит бонус от канала. Я шучу, бонусов никаких нет. Тем не менее, это ремоут-контроль от плейта EMT. Листовой ревербератор такой же, как мы с вами видели на масс-фильме, но в отличие от той ситуации, когда временем реверберации нужно управлять при помощи большой жирной ручки, стоящей в отдельном помещении, в данном случае инженер имеет возможность контролировать время реверберации, прямо из центральной секции консоли, никуда не уходя из свитспота, что здорово. Здесь же в центральной секции спрятан ларк от 480-го лексикона. Помимо 480-го, здесь также есть еще и легендарный 224-й. У меня тоже такой есть. Потрясающий, ребята, реверб. Идем дальше. В качестве основной цифровой рабочей станции здесь установлен протул с HDX с оцифровкой и ЦАПами от Prism Sound. Пойдемте поглядим поближе. Это Prism Sound ADO8XR. В количестве аж трех штук. Внизу приютился чудесный клок от компании Antilope Audio. В общем, все красиво. Дим, скажи, сколько каналов мы можем записывать одновременно здесь? 48. Вот и ответ, ребята. 48 каналов одновременной записи. Идем дальше. Помимо записи в протул с на студии также предусмотрена возможность записи на аналоговую ленту. Здесь это делается при помощи вот этого прекрасного 24-канального магнитофона Studer. Запись на ленту 2 дюйма. Кто-то заботливо даже зарядил нам немножко пленки. Работает? Ну, если вы захотите поподробнее узнать о том, как он работает, вы всегда можете заказать время и подписаться здесь. Я уж не буду вам рассказывать о деталях магнитофона. Знаю только, что он откалиброван и что на студии всегда можно найти рулончик другой свежей ленты. Но за этим уже обращайтесь к местным работникам. Пока мы находимся около магнитофона, можно повернуться чуть левее и увидеть еще пару интересных гаджетов. Во-первых, это Noise Reduction система Dolby Dolby SR, знаменитая. И она тоже, наверное, работает. Правда? Нам говорят, что она работает. Отлично. И такой редкий, но легендарный прибор EMT245. Интересный цифровой ревербератор от компании EMT. Их мало, но те, у кого они есть, счастливые люди. Пойдем дальше. Раз уж мы заговорили о магнитофонах, стоит еще обратить внимание на Ampex ATR, который здесь незаметно приютился в углу. Это классическая мастер-машина, в данном случае на четверть дюйма. Говорят, что в мастеринг-студии у ребят есть такой же на пол дюйма. Мы его с вами попозже посмотрим. Ну и там, в дальнем углу, есть цифровая 48-канальная машина Studer. Говорят, что она даже работает. Вряд ли кто-то этим пользуется, но наверняка, в общем, есть любители. Если кто-то из вас заинтересуется, можно приехать попробовать. Теперь давайте посмотрим на рэковые стойки, что здесь установлено из аутборда. Это, в общем-то, самая, наверное, интересная часть. Ну, для меня, по крайней мере. Пойдем. Первый рэк, я так понимаю, что он носит модуляционно-реверберационный характер. Сверху 3000-ный Eventide. В комментариях меня просили поподробнее рассказывать про приборы. Очень жаль, потому что теперь у нас уйдет полтора часа на этот рэк. Но давайте попробуем. 3000-ный Eventide – это классический модуляционный прибор, в котором собрано огромное количество разных безумных и небезумных модуляционных эффектов, из которых можно комбинировать различные безумные сетапы. Прибор пользуется большой популярностью у гитаристов. Многие метры гитарного звука его популяризовали. Почти в любой студии мы можем встретить такой прибор. Это хороший, ну, скажем, процессор мультиэффектов, как называют это люди с холодным сердцем. Дальше. Дилей AMS DMX. Мы с вами такой встречали на студию Матвиенко. Очевидно, прибор работает. Работает, Дим? Да. Работает все, наверное, да, здесь? Есть. Оно же винтажное, да, все старое. Ну, да. Оно периодически что-то начинает там дырить. Есть такая шутка, что перед тем, как ты приходишь на студию, нужно попросить список оборудования и отдельно список работающего оборудования. Но я так понимаю, что здесь все... Мы периодически стараемся. Практически все работает. Ну, естественно, с любым аналоговым оборудованием возникают проблемы. Это, в общем, живое железо, которое может жить своей жизнью. Иногда что-то может происходить. Но в основном аутборд работает весь. Продолжаем, ребята, наше путешествие по реку. Дальше у нас два дилея юнита от компании Yamaha. Это старые проверенные временем дилеи, которые называются D1500. Ну, в общем, как и многие старые цифровые приборы ранние, они обладают своим специфическим звуком. Кто-то говорит, что это из-за конвертеров, кто-то говорит... Ну, в общем, это все из-за схемотехники особой. И некоторые люди охотятся за такими приборами. Ну, в частности, вот за этими Yamaha D1500. Дальше у нас идет TC Electronics 1210, Spatial Expander and Stereo Horus Flanger. Ну, я думаю, что не стоит никому объяснять, что делает этот прибор. Это просто еще одна интересная модуляционная железка. Дальше по курсу у нас классический Reverb Lexicon PCM80. Ну, в общем, это очень часто встречающийся на студиях и даже в концертных рэках прибор. Просто хороший ревербератор, старый добрый Lexicon PCM80. А вот ниже расположен интересный редкий прибор от компании, который я боюсь даже неправильно прочитать, но вроде как я называю это Ursa Major Space Station 282. Это редкий delay reverb. Ну, в общем, прибор пространственной обработки, который, к сожалению, по-моему, в Москве нигде, кроме как на винтаже, не встретить. Ну, в общем, за этим тоже можно прийти на винтаж. Это еще один интересный reverb-дилей. И ниже Roland'овский Horus Echo SRE 555. Это на самом деле tape-дилей с модуляционными возможностями и spring reverb'ом. Это старший брат по тем меркам портативного Roland'овского tape-echo, исполненный в рэковом корпусе. И я так понимаю, что он у нас тоже заведен на патчбэй. Это же правда? Правда. Сейчас мы плавно перейдем к следующему рэку, но о нем стоит сказать кое-что специальное. Поскольку этот рэк, вы сейчас увидите, наполнен, мягко говоря, специфическими игрушками, это очень дорогостоящие и редкие коллекционные приборы, за использование этого рэка студия просит дополнительную плату, что абсолютно корректно, если учитывать, что в рэке установлены приборы общей стоимостью больше нескольких десятков тысяч долларов. И обслуживание и поддержка этих приборов в хорошем состоянии тоже стоит денег, так что мы, в общем, с пониманием относимся к ситуации. А теперь давайте посмотрим на сам рэк. В верхней позиции установлены два, на первый взгляд, небрежно выглядящих серых эквалайзера, но если вы присмотритесь, то узнаете, что это классический Pulse Technologies Pulse Tech эквалайзер, который был многократно скопирован, его пытались моделировать, ремоделировать, он сымитирован в десятках плагинов, но, тем не менее, тот самый классический старинный эквалайзер, давший, в общем, начало всей этой Pulse Tech истории, стоит в этом рэке перед вами. Их здесь две штуки, вы можете использовать его как стерео-кью на программном материале, либо индивидуально на моно- и стереоисточниках. Это феноменальный эквалайзер, ламповый, если кого-то еще возбуждает слово ламповый. Найти пару таких юнитов в хорошем состоянии сейчас очень сложно, ну и стоить они будут много. Я знаю, что современные реплики таких экью от возрожденной компании Pulse Technologies стоят порядка 4-5 тысяч долларов за прибор. Найти старый, я думаю, что в хорошем состоянии в России не удастся. Идем дальше. Дальше нас ждет прибор с трогателем для православного слуха. Названием это компрессор-лимитер Fairchild модели 666. Ничего бесовского или сатанинского в этом компрессоре нет, кроме того, что он чертовски хорош. Это не такой популярный вид Fairchild, как всем вам известный 670, который мы видим ниже. Это монофонический компрессор-лимитер, который можно использовать и по своему первичному назначению, и просто для окраски, для тембральной окраски сигнала. Дальше в рейке стоит самая интересная, ну для нас, звукорежиссеришек, вещь. Это классический компрессор-лимитер Fairchild 670. Ну, об этом приборе очень много сказано, очень много написано, очень много бутиковых компаний его пытаются воспроизводить. Это не просто так большой прибор, это не просто большие красивые ручки снаружи и три микросхемы сзади. В общем, это глубокий, полный лампы трансформаторов, классический старинный прибор, который, в общем, занял одно из первых мест на пьедестале компрессии, скажем так. Надеюсь, это не очень пафосно звучит. Он тоже относится к этому дополнительному рэку, который студия предоставляет за дополнительную плату. Идем дальше. Я тут разливался красивыми словами про Fairchild. Ну, просто для тех, кто привык к плагинам и не знает железный прибор, внутри эта штука содержит много ламп и трансформаторов, и вообще это такая достаточно замысловатая схемотехническая система. Ребята нам рассказали, что подбор ламп для этого компрессора – это тоже, в общем, небыстрый процесс, и периодически лампы, которые, например, подходят и нормально работают в одном каскаде, могут не работать в другом. И, в общем, процесс отбора ламп занимает тучу времени и стоит уйму денег, потому что, ну, в общем, нельзя взять любую лампу и воткнуть в Fairchild. По этой и по ряду других причин этот рэк, в общем, добавит немножко стоимости к смете студийного дня. Давай перейдем к следующей секции рэка. Вверху рэка мы видим оптический лимитер от Manly. Это лимитер, копирующий своим внутренним устройством классический лимитер Teletronics LA-2A, который также выходил под брендом Uray, а сейчас выходит под брендом Universal Audio. Это большой белый оптический лимитер, обладающий характерным звучанием и очень любят использовать на тех инструментах, где уместна не суперскоростная компрессия. Соответственно, басы, вокалы, все туда. Их существует много вариаций, и многие компании пытаются делать подобные приборы. Вот и Manly вышли какое-то время назад, по-моему, в конце 90-х, вот с этим вот LA-2A-type электрооптическим leveling amplifier. Идем дальше. Дальше в рэке у нас еще два монофонических компрессора от Manly. 10 dB лимитер, компрессор, моноблок. Это интересные, прикольные приборы. Я думаю, что больше вы сможете о них узнать, обратившись к веб-сайту google.com. Дальше в рэке ламповый компрессор и преамп дроумер. И под ним дроумеровские же гейты. Мне, честно говоря, ну все-таки это мой YouTube-канал, ладно, ребят. Мне не очень интересно рассказывать про дроумер, потому что у нас здесь еще много очень интересных штук, на которые так мало времени. У нас эфирное время, как известно, ограничено на YouTube. Поэтому мы идем вниз, где видим тоже довольно редкий компрессор от компании EMT. Такие приборы использовались часто при производстве виниловых мастер-дисков, как, ну, собственно, по своему прямому назначению, как компрессор или лимитер. Здесь он установлен в рэке на студии Vintage Records, и мы можем им пользоваться в привычных нам всем условиях. Дальше нас, друзья, ждет эквализационный рэк с парой сюрпризов внизу, но мы начнем с эквалайзеров наверху. Первый в этом рэке эквалайзер Millennia NS-EQ2, многим известный по реинкарнации в виде плагина на платформе UED. Вот здесь это железный прибор. Отличается он своей красивой надписью Twin Topology. О чем это нам говорит? Опять же, для тех, кто интересуется приборами, у него есть два каскада, один ламповый и второй J-Fed каскад. Вот, и мы можем просто одной кнопочкой ангажировать либо один каскад, либо, отключая эти кнопки, включать другой. Это хороший чистый эквалайзер, который не вносит никакой лютой окраски, вот, позволяя манипулировать, друзья, спектром, как это необычно для эквалайзера. Дальше за ним следует эквалайзер API... Дальше за ним следует эквалайзер API 5500. 5500 это классический эквалайзер API. Как и все приборы API, у него дискретные переключатели, ручки с шагом по 2 дБ, которые мы, однако, можем изменить, переключив тумблеры, ну, множители коэффициента для усиления, превратив таким образом шаг в 2 дБ, в шаг 1 дБ или в шаг в пол дБ. Ну, в общем, ничего необычного, просто хороший классный эквалайзер, у которого нижняя и верхняя полоса могут работать в шелфовом режиме с нажатием этих дивных кнопок. Либо это знаменитый Bell Curve API, ну, в общем, надо просто послушать, чтобы понять, о чем речь. На словах я вам много рассказать не смогу. Следующий прибор в РЭКе, это интересная вещь, это эквалайзер GML. Чем знаменитые эквалайзеры GML? Ну, называются они GML, потому что их создает человек, которого зовут Джордж Мессенбург. GML означает Джордж Мессенбург Лапс. Джордж Мессенбург — это человек, который придумал параметрический эквалайзер. То есть есть в мире такой человек, он живой, и живет в Канаде, и преподает активно, и отвечает в Скайпе, который однажды придумал параметрический эквалайзер. Отличительная черта этого визуальная в том, что он обладает красивыми разноцветными ручками, а аудиальная в том, что это очень прозрачно и чисто звучащий эквалайзер, который позволяет делать, ну, в общем, хирургические коррекции при необходимости. Ну, в общем, это один из лучших параметрических эквалайзеров, если речь не идет о супердорогих мастеринг-эквалайзерах, которых мы сегодня с вами еще увидим не одну штуку. Дальше в рейке у нас параметрические эквалайзеры U-Ray. Мне, честно говоря, не приходилось с такими работать, поэтому ничего не могу сказать. Можете погуглить, такой вот классный обзор. Но это все не важно, потому что ниже в рейке нас ждет винтажный компрессор Gates Stay Level. Это такой один из гралей классической компрессии. Его сейчас пытаются воспроизводить особенно активно компания Retro Audio. Но в данном случае мы видим оригинальный прибор. Создавались такие компрессоры в основном в радиовещательных, эфирных и военных целях. Поэтому были сделаны надежно, а в итоге со временем стали популярны и в рекорд-индустрии, и люди стали использовать их как компрессоры на индивидуальных сигналах. Больше того, такие компрессоры характерны тем, что они используются не только, ну, больше не как компрессоры, а скорее как такие колорбоксы, окрашиватели, сатураторы, которые за счет схемотехники своей позволяют довольно сильно окрашивать и гармонически обогащать сигнал. Ну, вот к ним относится этот прекрасный Gates Stay Level. Под ним скромно расположился SPL Transient Designer. Я не знаю, скорее всего, всем вам такой прибор известен. Если вдруг кому-то неизвестен, то это то же самое, что в последнее время в плагинах стало популяризовываться как Transient Shaper. Сейчас появилась масса плагинов, которые позволяют работать отдельно, ну, в общем, с транзинентной информацией, усиливая атаки или, наоборот, ослабляя атаки, вытаскивая релиз или релиз убивая. Раньше в аналоговом мире первым, в общем, по-моему, прибором, который позволял так работать с сигналом, был как раз Transient Designer от SPL. Потом он появился в виде плагина. Ну, сейчас таких приборов масса, но многие считают, что железный никто так и не победил. Я лично не фанат этого прибора безмерный, скажем так, но это совершенно волшебная штука, если пользуются с умом. Еще при работе с Transient Shaper'ами вообще любыми стоит учитывать, что мы, конечно, первично начинаем добавлять атаку и нам нравится, мы же хотим, чтобы все щелкало. Но на самом деле очень интересно этот прибор можно использовать, наоборот, вырезая атаки, чтобы вытащить тон, друзья. Пойдем в следующую часть трека. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова